Ну что ж, мы в прямом эфире, прямом эфире. Ты спрятала трусы свои? Да. Да потом скажут, что они там не пойми, чем занимаются, не по кругу. Ну как что? Ну как? Как себя чувствовать? Вот когда лежу, мне хорошо. Мы пошли на выставку, мы искали глютамин, что-то чуть-чуть походили, мне стало плохо. Ола? Да, голос болезненный, нос. Нет, я болею, конечно, я вот пью антибиотики. Мне говорят, вчера Саша Тимошенко дал свои таблетки какие-то, вот это вот, какой-то амоксицеплин. В общем, я так понимаю, это пенициллиновая группа антибиотики, немножко не это сама, могу быть не ошибаться. Вот. Привет из Ванкувера. О, Ванкувер, это недалеко. Привет из Лос-Анджелеса. О, тут американцы смотрят. О, тут рядом Детройт, Мичиган, Детройт. Мичиган рядом, да. Прям видно через воду канал. Привет, привет, Лима, привет, Наташа, знакомые девчонки. Где можно, по-моему, суть выступление? Есть ссылка, лайв-стрим, что-то там, тттм, они, короче, есть на, ну, еще можно в записи посмотреть. Там сейчас прямой эфир. Немного эрутики. А, там прямой эфир, да, точно. Что там все эфиры там? Русские из Лос-Анджелеса. Всем привет. Народ спит. Стандартно вечером 40 человек всего просмотра. Все дрыхнут в России, все спят. Мы лежим просто, что мы делаем? Мы просто чалимся. Мы чалимся просто, реально. Потому что финал у нас завтра, сил что-то делать у нас нет, да и нельзя, в принципе, ничего делать, только ногами кверху лежать. Поэтому мы лежим, делать нечего, реально, вообще нечего. Мы уже посмотрели кино, мы уже обсудили всех. И вся. И вся вдоль и поперек. Пол Москвы сейчас уже заикала. Да. Я не знаю, пол Москвы, например. Ну, пол Питера, да? Да, конечно. Все икают, потому что там гуши горят. Да. Поэтому решили выйти в перископ, обсудить кого-нибудь с вами, чтобы мы уже перетерли. Предлагайте кандидатуру. Предлагайте кандидатуру. Будем сейчас кости перемывать. Кому-нибудь. На арахисовой пасте, говорит, сейчас тоже сушиться начали все. Привет. Надеюсь, у вас получится это дело. Расскажите нам. А я, честно, не видела ее формулы. Он молодец. Я видела, что он первое место. Вот только что мы тоже его обсудили. Зашли в инстаграм. Он вообще молодец. Мне, в принципе, всегда нравилась его форма. Ну, наш. Сильверс. Молодец. Первое место занял. Молодец. Как спортсмен. Настя больше у меня не тренируется. Нет. Мне постоянно задают этот вопрос сегодня. Я уже сказала, что нет. Это человек, который не имеет отношения к... Ну, как бы я не тренирую Настю. Она себе избрала очередного другого тренера, поэтому... Скоро еще какой-нибудь появится. Поэтому пока нет. Через месяц. Я не в Гаспаре. Геона. У меня кончился контракт где-то месяц назад. Я не в Гаспаре. Мне просто подарили майку. У меня нет спонсора. Поэтому я ношу любую майку. Завтра я надену Optimum Nutrition. Послезавтра я надену Nutrex. Через... Послезавтра я надену Muscle Farm какой-нибудь. И буду каждый день менять майки. Потому что мне, честно говоря, на выставке их дали достаточно много. Майк всяких разных. Какую-то нам майку, да, дали с машинкой какой-то. Не понимаешь, кто это за компания. Вот. Очень много нам всяких разных робников дали. Мы были на выставке. Никого там особо не видели. Нет. Пур я, пожалуй, воздержусь. Вот. Я не из-за импортозамещения. Ну, ладно. Я шучу на самом деле. Здесь хорошие продукты. Мне, в принципе, не важно. Я просто не все пробовала. У Гаспаре мне, на самом деле, кстати, нравятся. У них хорошие аминки. Бетсашки мне нравятся. У меня есть дома. Гаспаревские. Бетсашечки в удобном формате. Мне, как бы, они достаточно неплохо подходят. С Геоном кончился контракт уже месяц. Месяц. Больше месяца назад уже. Не спонсор Геон кончился контракт у меня. И я не хочу его продлять. Потому что, ну, как-то вот отношения исчерпали себя, да. Посотрудничали мы какое-то время. И я думаю, что время идти дальше. Они ищут новых талантов. Я уже старый талант, никому не нужен. Ну, что-то на баннере есть. Да, на баннер есть. Я не знаю, вообще-то, что там в твоем контракте. Может, это и нормально. Да, кстати, надо почитать контракт. Контракты, не знаю. Может, они... Ты подписала, они имеют право использовать твое изображение там... Пожизненно. Хорева. Ну, какое-то время просто. Ну, надо посмотреть, да, там, что там с контрактом. Потому что что-то я хотела, кстати, поднять этот вопрос. Просто занята была немножко подготовка. Знаешь, не до этого, ну, знаете, не валяется. Господи, не дагиона. Да не дагиона, блин, да. Ау. Много стекла. Сейчас косовку. Вот. Поэтому, собственно... Да. Более интересно. Более интересно. Например. Как у меня делится ляшка. Можно посмотреть. Ляшка. Ты трансвестит? Ты трансвестит? Вот это я у тебя спрашиваю. Да. Знаешь, что если ляшка... Да. Когда я спрашивала, как прошел день. День прошел... Нет, Артем Студо меня тоже не тренирует. Я тоже меня тренировал. Меня укусила Настя. Что такое? Ну да. Прямо сравнение. Я знаю, что у Ярослава есть много что сказать на эту тему. Я очень сильно начинаю матюгаться, и все скажут, все будут ругаться. Будут опять говорить, выключите эту матер-шеницу, которая лежит на детской простылке и всех ругает. Слушай, ты сейчас тоже скажешь всех. Я только за правду. Да я знаю, господи. Я только по справедливости. Я на самом деле матюгаюсь так же, как Ярослава, но просто это делаю за камерой. Она знает, что мы примерно я не могу сказануть никак. Нет, не правда. У меня это как... Я могу это как связка слов-предложения. А чрезмерная эмоциональность. Катя, она так не говорит. Она обманывает сейчас. Ну да конечно. Да ладно. Для чрезмерной эмоциональности. У тебя другой образ, ты почти не ругаешься. Я тебя просто заражаю иногда этими словами. Да ладно уж, я без тебя как будто не могу сматериться. Да уж. Ну учи меня плохого, помнишь? Да нет, дело не в том, что ты их знаешь. Не в том, что я их учу. Это меня за рулем еще не слышала. Хотя нет, слышала. Ты очень хорошо выглядишь. Спасибо большое. Можешь, можешь. Можешь, можешь. О, Наташу Маслова пишет. Она меня знает. Она не до 40. Ха-ха-ха. Ну я могу, да. Мне надо поэтому. Я не думаю с другим брендом работать. Я пока не получала предложение. Дело в том, что я немножко объясню такой момент. Про спонсорские контракты. Вообще, в принципе. Есть два типа работы, которые я вижу и для себя, и вообще, в принципе, для девчонок по спонсорству. Первый вариант, когда тебе платят деньги. Когда тебе платят деньги, которые, ну, действительно тебе, для тебя могут быть ощутимы, да. Второй вариант, когда тебе не платят деньги. Тебе дают спортивное питание, но тебе дают промоушен. Тебя толкают в газеты, в журналы, в каналы. Как у Лариски Райс когда-то, когда она начинала с нутриксом. Да, когда Лариска начинала с нутриксом, да. Как ее раскрутили? Раскрутили. Потому что спонсор должен раскручивать атлета. Как он раскручивает атлета? Он тратит те же деньги, но только вкладывает в его промоушен. Потому что обложки журналов, эфиров, телевидения, там везде. Полная-полная раскрутка человека стоит денег, да. Это какие-то финансы. То же самое просто спонсоры должны вкладывать в развитие атлета. Либо вы берете деньги деньгами, да, и просто использует ваше лицо изображением. И второе, что получается, это промоушен. Мне интересно либо то, либо то. Я не могу сказать, что мне очень там как-то... Ну, мне хотя бы что-то интересует. Поэтому, собственно, я заключала контракт с ГИОН. Ничего не имею против. У нас, в принципе, обоюдно все это происходило. И когда только начинала выступать, они в меня поверили. Заключили со мной контракт. Контракт был совсем очень скромный. Который включал очень небольшое количество спортивного питания. Никаких финансов, никакого промоушена. Просто, ну, продукт. Взамен за это использовалось мое лицо. И мое изображение до сих пор используется. Вот. В том случае, когда только я начинала, этот контракт меня устраивал. Сейчас уже, естественно, мне хочется либо большего какого-то участия спонсора в моем продвижении, как медийного лица, спортсмена и вообще в целом. Либо какие-то... какая-то оплата, соответственно. Вот. Спасибо, спасибо всем большое за комплименты. Поэтому, собственно, я открыта для предложений спонсоров по контрактам. Ну, как бы, естественно, все это обговаривается. Например, TTFI могу сказать, что отлично справляются с задачами. Есть генеральный спонсор. Это компания TTFI. Одежда. Она никак не перекликается со спортивным питанием. Поэтому я могу подписать контракт с компанией спортивного питания. Вот. Компания CTFI. Они мне платят зарплату определенную. По условиям контракта, которые я не могу разглашать. И плюс одевают, обувают, кормят, поят. Ну, я так шучу, конечно. Нет, еще пока не делала. Значит, нас одевают в очень красивую одежду. В большом количестве. На достаточно хорошую сумму. И выдают экипировку каждый месяц. Поэтому контрактом я очень довольна. И считаю, что TTFI молодцы. Хорошая компания. А? Очень, очень хороши. Да, вот как раз Ярослава. Живущие таблетки в майке TTFI ходят. Завтра, я думаю, что где-то все начнется в 8 вечера по Москве. Около, как они говорят, нун. Ну, я думаю, что может быть чуть пораньше. Хотя нет, да? Наверное, полудень. Как полдень? Я уже, как этот, полудень говорю. Ага. Полдень. Завтра быстро все будет. Завтра очень быстро все будет. Завтра очень быстро все будет. Поэтому я думаю, что часов в 7-8 по Москве, да? Все должно начаться. Если у категории по 10 человек, прикинь, как будет. Уже практически сравнений не будет. Угу. Угу. Я работала с Геоном на TTFI, и очень все просто совмещать по контракту. На стенде 2-3 часа я стою. Не больше. Я же не зайчик-мальчик-девочка, которая стоит там, пробники раздаёт. Поэтому 2-3 часа стою на стенде, отрабатываю, и иду на другой стенд, там имею какой-то перерыв, типа там 15-20 минут просто кофе попить, там полчасика посидеть, иду на другой стенд, я работала на двух стендах, отработала СНПРО и еще куча там какие-то выставки, Олимпия была, я работала на двух стендах, вообще без проблем просто. На Москве, на Москве еще была, на Геоне, а деньги отбиваются от соревнований, нет, деньги не отбиваются от соревнований, как бы напрямую, да, то есть мне не дают призов никаких, но я вкладываю в себя как сама, как в спортсмена, и занимаю какие-то хорошие места, имею популярность, и в медиа образ какой-то там, да. Ну хотя я сильно Инстаграмом, честно, не занимаюсь, просто пишу, что думаю, у меня нет такого, что я знаю, что некоторые, в свой статус, в общем, да, наверное, это правильно сказано, потому что я знаю, что некоторые там заморачиваются, пишут какие-то тексты в Инстаграм, там исследуют, что хочет люди, я начинаю забывать русский язык, что хотят люди, и получается так, что работают конкретно, как работа воспринимают. Для меня Инстаграм, это вот я, чего я думаю, то я и пишу, то я и говорю, просто как делюсь с вами чем-то, я никогда не рассматриваю, когда я вообще начинала Инстаграм, я никогда его не рассматривала, что это с точки зрения получения денег каких-то, и до сих пор, если видите, у меня нет рекламы в Инстаграме, потому что, если я рекламирую, то это только мои друзья, например, допустим, у меня там, не знаю, подруга имеет какую-то фирму, которая делает что-то, ну, образное, я, конечно, могу порекламировать, или реально, например, есть человек, к которому, косметолог, я к нему хожу три года, ну, вот просто у нас с ним никаких рекламных отношений, ничего, но он хороший, реально специалист, у меня к нему все друзья ходят, ну, почему мне человека не порекламировать, и абсолютно считаю это нормальным, и не беру все эти какие-то непонятные шоу-румы, там, за три копейки, там, не какие-то непонятные компании, которые рекламируют, там, подделки, не дай бог рекламируют, спасибо, господи, мне такой жизни закатиться, поэтому у меня, как видите, рекламы нет в Инстаграме, только больные детишки, которым требуется помощь, нет, на фиба мы не будем, поэтому мой Инстаграм это только для души, скажем так, вот, но если это реально, работать над этим, то можно быть популярным, даже не выступая, поэтому, наверное, я все-таки, ну, не знаю, как-то в себя, как влечусь, что за майка там, нахер она нужна, вот зачем она, под грим, слушай, ну да, кстати, как вариант, мне очень госпарь и майка нравится вообще, она мне длинная, мне просто как ночнушка, она прям вообще, она длинная такая, даже не знаю, какой это размер, какого размера мужчина должен быть, чтобы ее носить, ну, правда, на выставке было много больших ребят сегодня, у меня наступает чувство головы легкое, ты решила перебрать нашу добычу? А мы сильно не ходили много просто, поэтому мы много не добыли сегодня пробников, мы хотим пораньше лечь сегодня, завтра у нас будет финал, завтра в восемь утра, там уже быть, да, поэтому... Несонных, на бодряках, да, открыто для контракта, с ней летишь и полночь разговоры. Конечно, которое связано со спортивным питанием, спортивной одеждой я уже не могу брать, у меня уже есть спонсор по спортивной одежде, поэтому... Спортивное питание, welcome, спортпит, да. Спортпит я могу рекламировать. Это все смотрится на себя. Красота. Я вообще лежу и не встаю, она все... А, ты сегодня лежишь, а вчера только без штанов бегала, позавчера. Вы станете прекращать все секреты обслуживать. И слушайте ее, хоть бы совесть приняла. Да, пожалуйста, встретимся в Москве, пожалуйста, хоть богу. Ну, во-первых, у меня супруга нет. А супруга нет. Во-вторых, если у вас есть страстовый фонд, то только после этого вы можете обращаться. Во-вторых, если... Не, ну я об этом... Супруг не против увлечения. Во-вторых, если у меня будет супруг, который будет против моих увлечений, то я буду против его увлечений. И, скорее всего, это приведет к разрыву отношений неминуемого. Ну а что? Ты не пойдешь на фитнес-бикини, а ты не пойдешь на рыбалку. Сиди дома. Горит твой купальник. Горит твой купальник. А спинник, да. А по коленку. Спасибо, кто мне желает удачи завтра. И, кстати, Ярослава тоже завтра выступает. Ой, дорого мне обошлась поездка на Арнольд. Ну почему меня все спрашивают, сколько она мне обошлась? Ну потому что я Варшара просто. Ну так можно очень бюджетно съездить. Но все зависит от ваших аппетитов. Ярослава... Катя любит комфорт. Катя любит комфорт, говорит Ярослава. Сказано. Катя очень капризная. О, да. О, да. Вот. Говорит человек, который со мной неделю живет. Что я очень капризная. Мне очень стыдно, но я правда очень капризная. Но я еще болею, у меня каприжи повышены. Вы просто хоть не стерили. Нет, я не стерили. Нет, я не стерили. Я же не совсем уже, блин. Спасибо. А я собираю еще на завтра. Да, я сейчас тоже пойду собирать. Сейчас я говорю с людьми. Украшение бросила. У меня тоже, кстати, все валяется в сумке. Потому что, когда ты уходишь со сцены, ты все срываешь себя, все швыряешь в сумку. Тебе уже пофигу, уже быстрее. А что вы не нафотографировались после сцены? Я вообще не пофигу. У меня нет ни одной фотки после сцены. Я клянусь ни одной. У всех. Все сборные, все стоят. Я бегом. Какое там, какие фотки? Все, швыряешь в сумку. Все, вот с такими глазами. Спина болит, башка болит. Уже голова кругом. Быстрее куда-нибудь срочно уйти в спокойную атмосферу. Ну, вам чего, со сцены есть фотки. Завтра будет финал, завтра будут фотки. Ну, я не знаю, ребят. Сейчас будут все выкладывать. На 5лб есть фотографии. На... Тимандро. Да, читаю, Директ. Тимандро есть фотографии. Еще где-то есть фотографии. Где еще? Гитбик. Ну, вот я говорю. А, 5лб. Фу, я что говорю. Гитбик. Гитбик. Гитбилдинг. Да. А, ну там еще не все фотки. Да, да, да. Ну, еще фото будут. Завтра еще будут финалы. Поэтому завтра будет еще фотографий достаточно много. Поэтому я думаю, что без проблем еще насмотритесь. Ну, мы как бы тоже к фотографам не пристаем. А сфотка меня. А сфотка меня. Но мы реально, вот я не знаю, я все говорю, потому что Ярослава тоже все хотят домой. Она, конечно, меня вчера мужественно ждала. Вот. Вот. Нет, даже я с медалью не фоткаюсь. Мне тоже говорят, что ты в конце, потому что там все выходят медалисты, потом фотки там делают. Я бегом свое схватила и бегом пошпарила домой скорее. Ай. Ай. Ну, что делать. Такой я человек. Реально. Слышишь, ребят. У меня вот, вот. Ярослава не даст соврать. У меня голова с пятницы болит до сих пор. Потому что ты такой энергетический, как бы еще болела я, ну и болею. Еще такой энергетический выматывает вот это еще. Ну, наверное, даже еще переживания, вот эти внутренние еще все, да, вот этот стрясняк. Настолько выматывает, что потом ты болеешь так, а вот тебе палками били. У тебя есть такое? Как будто палками тебя били. Не знаю. У тебя есть или нет у тебя такого? Что тебе палками били? Потому что у меня-то, вот, я что-то не болею. У меня всегда просто такое ощущение, что я так выложилась, что вот прям у меня ощущение. У меня после сцены спина сильно болит. Ну, сцена, спина. У меня ноги болят даже. У меня ноги. Вот так у меня, что пресс и спина очень. А, пресс тебе болит. У меня спина и ноги болят. Потому что мы стояли вчера часом. У меня из-за этого стояния. Конечно, испытание, блять. Так нельзя делать. Ну, я просто стою, чувствую, просто заливаюсь. Я прям смотрю на ноги. Ты видела? Он ходил под прожектор на живот. Я поняла, что меня просто заливануло. Потому что мы час стояли за сценой. У меня очень организм скотина капризная в этом плане. Вот просто стоишь, а тебя льёт. И ты чувствуешь, ты ничего сделать не можешь. Потому что тебя за сцену выгнали, и ты стоишь на каблуках час. Прикиньте. Реально вчера подошёл какой-то... И просят одеть каблуки. Да, и просят одеть каблуки, никуда не уходить. Не стоять, не сидеть. Ты ничего делать не можешь, ты стоишь как солдат час просто. И вчера какой-то мужик подошёл, он то ли звукорежиссёр, то ли что. Он говорит, а что, это класс D? Ты же была? Мы такие, да. Боже мой, говорит, это по 40 минут на сцене каждый класс держит. Он говорит, у нас просто полный факап происходит. Потому что мы вообще не укладываемся ни в какие графики. Потому что по часу каждый держит каждый класс. Это вообще нереально просто. Очень тяжело на самом деле. Физически. Поэтому у меня ноги заболели. Что? Ещё народ есть? Народа нет. Ну, потом кто будет смотреть трансляцию, посмотрите. А кто унёс всю еду? А я жду еду. Ты не нанесёшь? Да, сейчас заканчиваю. Но никто не смотрит, все ушли уже. А зря уходите. А зря уходите. Я напоследок могу показать свою ляжку. Свою ляжку напоследок я могу показать. И пойду. Да ладно, ребят, пойду. Правда, мы пойдём покушаем. Пойдём покушаем. И будем собирать вещи на завтра. Поэтому всем пока. Всех целуем, обнимаем. До свидания.